Приветствую всех жителей и гостей канала Хардсити, у микрофона снова Андрей и мы с вами продолжаем проходить игру Fallout 4 на максимальном уровне сложности в режиме выживания. Как видите мы уже добрались до этого галлюцигена. Когда-то я здесь конечно бывал, но вообще слабо помню что здесь на самом деле происходит. Поэтому выясним. Так, нас уже здесь заметили все. Что-то подвисает. Кстати только на высоких уровнях начала подвисать. До этого вроде бы как все было ровно. Но на самом деле я до таких уровней наверное и не доигрывал никогда. Просто у меня не бывало таких случаев в институте. Такие со мной произошли на записи. Чтобы настолько много уровней мне привалило. Просто с ниоткуда за раз. Единственное что я помню, что весь этот газ, который находится в этой комнате, он, блядь, сводит людей с ума. Поехавшими становятся. Срать в тарелке начинают. Стреляться друг с другом. Много чего на самом деле с ними происходит. Но... Это дело такое. Нам-то что нужно? Нам нужно вниз добраться. Вон девочку кто-то закрыл. Ей вообще плевать. Она... Просто кайфует. Хотя вон эта система погромко говорить ему сказала, что пожалуйста эвакуируйтесь из здания. Мы успеем еще. Нам нужно забрать здесь данные какие-то. И пока мы их не заберем... Мы никуда эвакуироваться не будем. О, привет. Ты спишь там, что ли? Бутылки. А где Гейдж вообще? Я понимаю, он здесь потерялся. Здесь и я потерялся. Так, я не понял. Ты что? Понапиваются, нанюхаются газово. Потом в босса рейдеров стреляют. Поехавшие, конечно. По-моему, нам в эту сторону я правильно ударил. Не уверен, что наверх нужно было. Но сюда, наверное, точно. А может и не точно. Так. Замок. Ну, да что такое? Сломалась уже. Гейджу это понравилось. Гейдж, где ты есть-то вообще? Смотри, ты хоть с ума не сойди. Ребята, вы что-то... Драку на арене устроили? Чего? Ты как, блядь, удар молотком? Гляньте, она блочит, блядь, кулаками удар молотка. Я, честно говоря, такого еще не встречал. Новобранец. Так, сюда можно? Нет. А как они это делают? Чисто поединок. Рукопашный. Только я с молотком. А, вот сюда, может быть. Да, точно. Ну, я надеюсь просто, что это точно. Просто я так не люблю эти лабиринты в зданиях вообще. Так, это вид сверху. Здесь явно ничего интересного не будет. Так. Это в эту часть здания, где мы не были еще. Хватит стрелять. И ты тоже прекращай. Не балуйтесь. Не надо вот этого вот всего. Ведите себя смирно. Ведите себя достойно, иншалла. Так, вроде бы... Примерно правильно иду, но только примерно. А, терминал сложный. Где-то дал, должен быть пароль. Где его найти? Я здесь бывал когда-то по заданию... Макриди. Ну, по-моему, он сам открывал. Ну, мне так кажется. Опять-таки, это не точно. Сброс основного пароля. Да. Нормально. Хотя, может быть и не сам. Черт его знает. Может, там он какой-то другой терминал открывал. А может, это было даже не здесь. Может, это, блядь, не показалось. Или вообще приснилось. А может, пошел ты? Я уже ни в чем не уверен. Ой-ёй-ёй-ёй. Что-то вообще там дышать нечем. Вонища просто. Главный пароль. Нельзя выключить эту дичь. Чтоб она не воняла. Начать дезинфекцию. Во. О, хорошо. Дезинфекция пошла. Значит, можно проходить. Ну, нормально. А эти поперлись, даже не додумались. Ну, они уже, наверное, были поехавшими. Стрелок-командир. По-моему, кто-то еще встал в бою. Ну, может быть, опять показалось. Так, а ну, тут вроде бы ничего интересного. Ладно. Химические исследования. И ключ. Крышки, патроны. Мы берем. А, вот и выход. Значит, возвращаемся к смотрителю. По дороге обратно случилось непредвиденное печальное происшествие. В общем, Портер Гейдж, он отправился обратно в Ядер Мир. Ну, он не смог просто справиться с какими-то там гулями из Джамейка Плейн. Мы просто проходили мимо. Я даже толком внимания на этих гулей не обращал. Просто кто попадался на пути, забивал их молотком и двигался дальше. А Портер Гейдж не смог справиться, поэтому отстал и отправился домой. Так что в ближайшее время нужно будет найти нам нового напарника для Тодо Говарда. Смотритель. Слышь, я нашел, я забрал. Мне удалось добыть формулы. Чудесно. Теперь мы сможем изменить еще одну маленькую человеческую слабость. Перерывы для употребления напитков. Где бы ни вырастала голова этой гидры, у чайника, кулера с водой или автомата с газировкой, это всегда представляет опасность. Ученые в Ултек провели множество экспериментов, стараясь ликвидировать этот недостаток. Какую? Потребность в воде? Однако у людей есть иррациональная потребность в общении. А, в общении. И если им просто необходимо тратить свое время зря, давайте с помощью химии извлечем из этого пользу. Каким образом? Смотрите. Что? Разве химикаты не вредны для здоровья? О, Клем, все время ты беспокоишься, мой мальчик. Разве ты не знал, что вся еда и напитки состоят из химикатов? А, точно. Это очень интересно, госпожа-смотритель. Просто наши химикаты. Особые. Везла вещь, смеется. Это будет весело. Вот так и должен действовать сотрудник Уолтека. Так что установите автомат с газировкой и подготовьте напитки для наших жителей. А ты, Клем, если во время работы тебя замучит жажда, сможешь выпить холодный освежающий напиток. Ух ты, спасибо. Блин, тут, блядь, клемм. Такой клемм просто. Знаете, он прям даже выглядит, как настоящий клемм. Ничего не скажешь. Прототип автомата с газировкой. Обращает нарушение трудовой дисциплины на благо общества. То есть просто производит счастье, да? Да вроде бы ничего особенного, как бы. Ну давайте пробник поставим. Поставим. Починим. Подключим. Подключить терминал к автомату с газировкой. Ну он, в принципе, подключен. Нужно только тогда наверняка этот провод убрать. А ему хватает вообще? А, ну да. Там два, там один. И генератор три производит. Все нормально. Так, автомат с газировкой. Подавление аппетита, улучшение настроения, дополнительный кофеин. Заметки доктора Брауна. Ну-ка, почитаем. Когда первоначальный запас продовольствия и воды будут израсходованы, жители убежища будут принимать все, что мы им дадим. Это дает нам уникальную возможность незаметно добавлять в пищу различные химические добавки. После длительного тестирования мы выбрали в качестве объекта для эксперимента в автомат с газировкой. Теперь нас ограничивает только наша фантазия. Сделайте так, чтобы Волтек вами гордится. Так, подавление аппетита. Ну, блин, ну давайте дополнительный кофеин. Че это сделает? Ну, давайте, давайте. Дать крему возможность. Наверное, я готов к работе. Ну, пусть. Два часа. Короче, нам надо два часа поспать, значит. Окей. Без проблем. Да, и заодно вылезем пока из силовой брони. Посмотрим на мужчину, так сказать, Тодда Говарда. Два часа поспать. Выполнено. Автомат с газировкой заработал. Кто хочет стать первым клиентом? Смотря во сколько это обойдется. Бесплатно. Вот как. Ну что ж, тогда. И че будет? Мы в убежище. Ну и ну. Ого. Невероятно вкусно. Приходи еще. Так, а че он просто... Типа это все, что ли? Пришли с проверкой? У меня тут как раз клиент. Хотите еще напиток? Что это за чертовщина? Мне доводилось пить ядер полу. А эта штука? Ага, знаю. В этой какие-то особые химикаты. Ого. В общем, чтобы это не было, теперь я его фанат. Ну, что, счастье производит? Так понимаю, нечистое. На кофеине, там, как наркоманы. Смотритель, ты довольна? Вроде неплохо получилось. Кофеин. Ну да. Он действительно повышает производительность, но если честно... Ай, я, видимо, не совсем то выбрал, что она хотела. Ну ладно. Клятва Гиппократа. Торжественное обещание не причинять вред. Ну, в общем, как-то так. Не хочу углубляться в перевод пыльных учебников латыни. И что? Но этот основополагающий принцип медиков противоречит тому, что мы хотим построить. Железную деву мы хотим построить или че? Врачи должны прежде всего заботиться не о здоровье пациента, а о всеобщем благе. Ты че тут, блядь, коммунизм, что ли, строишь? Вы, конечно, это понимаете. Конечно. Конечно. Мы подчаянной ситуацией. Мы должны выжить любой ценой. Мы ведь должны любой ценой защитить американский образ жизни, да? Вот фороптер Волтек, особое оптометрическое оборудование, которое может улучшить зрение пациента. Да, мы можем улучшить зрение пациента, но для прототипа нам нужно немного, ну, то есть много. Нет, на самом деле просто огромное количество радиоактивного материала, но дело того стоит. Радиоактивный материал, значит? Ну да, что может пойти не так? Я знаю. Все пройдет идеально. Не беспокойтесь насчет радиоактивного материала. Мы выбрали это место для убежища 88, потому что, по нашим данным, в пещерах находится богатое месторождение урана. Гениально. Так что проверьте пещеры, и тогда мы получим все необходимое. Что надо сделать? Обязательно, что ли, пещеры проверять? А если я так найду? Много радиоактивного материала. Что по заданию, в общем? Построить фараптёр, добыть урановую руду. А, прям урановую руду надо добыть. Что на фараптёр надо? А, нет, просто ядерный материал. Ну ладно, блин, проверю. Спустимся все-таки дальше, куда там, что там они хотят. Пропечаем еще фонтан жизни. И водички попьем заодно. Так, ядерный материал 20. Блядь, еще немножко надо. Еще немного. Прям совсем чуть-чуть. Где бы еще добыть? Я где-то видел, похоже, металлические шарики. Так сказать. Где-то лежали. А может быть, показалось. Ай, ладно, короче. Пройдем, пройдем дальше. Что тут надо сделать? Рельсы, рельсы убираем. Вообще, куда я собирался идти? Что я очистил? Это? Да, маркер вообще показывает. Сюда? Это кто там? Кротокрыс, барсучий. Иди сюда. Сучий, барсучий. Мать. Мать. Ну, дайвинг по воду разочек. Пиздец. Попасть не могу. Прям грустно и печально. А, тут еще и сектора есть недостроенные. А я думал, тут буквально тоннели и просто свободное место для строительства. А тут прямо сектора. Судя по виду, какая-то детская была. Так, пока я не вижу ничего, что могло бы нам обеспечить ядерный материал. Ну, вот кроме сидящего сектора-крыса, конечно. А, нет, это только рожь. Радиоактивную. А нам материал нужен. Так, пока не видно ничего. Да иди сюда, хватит прятаться. Ты. Я даже не знаю толком, что мы должны искать на самом деле. Но я думаю, если мы это найдем, мы сразу поймем, что это оно и есть. А вот это не оно, интересно. Вроде бы даже рядом по ним. Стройка доступна тут, ну? Не доступна. Или я все-таки что-то делаю не так? Ну, тут уж не судите строго. Я это дополнение никогда не проходил. Видимо, зря на самом деле. Довольно-таки интересно все эти аппараты, которые предлагают нам построить весьма прикольные на самом деле. Атамат из газировки. Эти велотренажеры, которые вырабатывают энергию. Плюс еще и попутные эксперименты. Вообще, все, что нужно для счастливой жизни. Хорошего работника вултек. Так, ну и, блин, я честно не знаю, что куда. Примерно по маркеру, может быть, попробовать пойти. Куда он нас вообще ведет-то? Или тут, может быть, что-то еще поразбирать. Так, получается, я просто не в тот тоннель вошел. Или в тот. О, бродяга. О, а сколько у вас тут бродяга? Этот вообще спал до последнего, просто просыпаться не хотел. Или просто делал вид. Ну вот я вроде бы как что-то нашел. Я уверен, что это... Что это что-то типа урана. Я не знаю, как он должен выглядеть. Хотя нет. Здесь не пройти, а мастерская недоступна. Значит, где-то должна быть мастерская. Или нет? Хотя нет, это стоп. Это не тот тоннель, в котором мы были. Все правильно. Не, нормально. Блин, что-то тут прям как-то жестко. По-моему, слишком даже. Ты ударишь? Что такое? Ты не хочешь бить болотника? Так, вот, чё? Мамка. Мамка. Ну, уже с мамками дело имели. Знаем, как с ними надо общаться. Пиздец. Я всего в броне, блядь, на дне океана просто. И мамка ползает. Сейчас на меня. Это все плохо кончится. Такими темпами. Психо, метаты, медикс, квантовая ядеркола, бафаут. Да, и все. Ну, это я так просто подтраховаться. Мало ли, знаете. Так, чё тут? А где мне? А где мне, блядь, плату найти? Вы чё, издеваетесь, что ли, надо мной? Где я могу найти плату? Просто плата выглядит как вот военная электросхема. Отлично. Замечательно вообще. Будем знать. Будем иметь в виду. Я просто думал, что здесь, ну, хлам лежит. Что это обычная военная электросхема. А нет, это плата. Я, правда, не знаю все равно, что здесь есть такого радиоактивного, что можно разобрать. Здесь практически ничего нет, только вода. Дерево, сталь, сталь, дерево, сталь. Сталь, дерево, сталь. И сталь. А указывал он, естественно, на уран. Это он и есть. Известяк даже есть. Ой, здравствуйте, Роскарпион. Воу-воу-воу, полегче. Молодой Скорпион. Что ж вы, Скорпион, это делаете? Что ж вы, Скорпион, это делаете, а? Ну, прикольно, прикольно. Здесь, блин, изучать и изучать вообще. Я прям предвкушаю, что это прям суперогромная территория. Гляньте, там, блин, проходы и проходы. Сколько урана, сколько здесь ядерного материала. Просто жесть. Мне прям нравится, честно. Прям прикольно. Серьезно, начинаю жалеть, что раньше не начал прохождение этого дополнения. Здесь реально прикольно. Особенно для тех, кто любит что-то поизучать, что-то посмотреть, что-то построить. Это прям нормальная тема такая. Так, давайте сразу сохранимся, чтобы не просрать ничего. И что нам нужно там построить? Я уже успел забыть. А, прототип Фороптера. Тоже производит счастье. Ну, ладно. Давайте здесь. Надо три электроэнергии. Блядь, надо его поближе поставить куда-нибудь. Да, хоть сюда. А, ну да. Что-то туплю. Новый генератор же нужен. Одним не обойдемся. Подключить терминал. Хорошо. Но это пока... Пока, значит, уберем. В принципе. Подключим терминал. Так, что нам тут по настройкам доступно? Подсознательное внушение. Мониторинг убежища. Она не хочет нам сказать, что лучше сделать. Слышишь? Слышишь, что лучше? Блин, но мне нравится подсознательное внушение, на самом деле. Мониторинг убежища звучит скучно. Улучшение зрения тоже как-то... Вот задача, которую я ставлю перед вами. Превратите обычную проверку зрения в процедуру, которая поможет Волтеку осуществить свои планы. Фороптер идеальный инструмент, потому что это достаточно редкое и сложное оборудование, так что никто ничего не заподозрит, если заметить что-то необычное. Ну давайте подсознательное внушение, я думаю. Улучшение зрения это слишком как-то положительно. Мониторинг убежища скучно. А вот подсознательное убежище это внушение. А, вот, там еще отдельно про каждое можно прочитать, я уже успел, видимо, забыть, если я это раньше замечал. Отдел исследований и разработок подготовил серию микроизображений, которые при последовательном циклическом воспроизведении оказывают статистически значимое положительное влияние на отношение подопытных к убежищу, компании Волтек и личности смотрителя. Что же касается глазных капель, то нам пока не удалось создать формулу, сочетающую эффективность и отсутствие тяжелых побочных эффектов, но мы продолжаем работу. Примечание. Возможность применять электрошок и смирительные рубашки давала нам существенное преимущество. Теперь же сроки испытаний могут увеличиться. Поговорить со смотрителем и Клеммом. Ну давайте с Клеммом. Нет. Вот так. Извините. Кажется, у нас есть первый пациент. Да. Да, да. Клемм, прежде чем мы начнем, как ты относишься к детям? Что ты чувствуешь о детях? Ну, они ничего, наверное. Хорошо. Я думаю... Ты ever... Ты собирался их заводить? Это предложение, смотрите. Ох, даже не знаю. А почему вы спрашиваете? Просто так. Продолжай. Привет, вы пришли проверить глаза на фор... на этой штуке? Да, наверное. Ну тогда садитесь. А, ну ладно, хотя бы дальше не Клемма мучаем. Дальше уже Клемм сам станет мучителем. Так, посмотрим, что он вообще делает. А что мне делать? Просто не двигайтесь. Оно все еще мигает. Я думаю, что это нормально. Что? Ой, какого хрена? Ой. Эта штука не работает. Как не работает? А что вы делали? У меня перед глазами была только одна фраза. Подчиняйся смотрителю. Это просто недоработка прототипа. Ничего страшного. Вы врете. Я это так не оставлю. Что ты сказала, шлюшка? Вы что вообще задумали? Вы позвали меня и Клемма, чтобы экспериментировать на нас? Вы с приветом? Все отрицать, во имя всеобщего... Это просто ваши фантазии. Мы ничего не замышляем. Это просто ваши фантазии. Точно? Ведь это глазная машина. Ну ладно. Но я буду за вами следить. Так, обратиться к смотрителю. Слышь, смотритель, у нас эксперимент неудачный. Что-то не прокатило, блин, вина. Итак, один из наших жителей счастлив. Это совершенно не важно. Чтобы повысить производительность убежища, мы должны принимать непопулярные решения. А вы вместо этого потакаете всем их капризом. Да ты чё? Да ты чё, блядь? Чё? В смысле? Чем? Чё я не так делаю-то? Не понял. Сейчас вообще не понял. Я делаю так эксперименты, как, блядь, наиболее жестко. Наиболее жестоко вообще. Чё я виноват, что там, блин, непонятно всё написано? Попроще надо объяснять. Я горжусь результатом. Я делаю жизнь людей лучше. Из-за этого я просить прощения не собираюсь. Я просто не понимаю вас. Пожалуйста, не провалите следующий проект. Ладно, я попробую. Я постараюсь, смотрите. Последний эксперимент это моя гордость. Я пошла по следам доктора Брауна и остальных учёных. И создала свой собственный прототип. Ну, хвастайся. Гипотеза следующая. У каждого из нас есть свои пороки, свои недостатки. И чё? А что если наше убежище не будет напрасно пытаться с ними бороться, а вместо этого извлечёт из них пользу? Не понял. Подробнее. Порог, о котором я говорю, это... Жадность. Это чертёж игрового автомата. Я постаралась сделать его как можно более привлекательным. Ну. Выберите параметры эксперимента и посмотрим, что в итоге получится. Так ты скажи, блядь, какие параметры выбрать? Я чё, знаю что ли? Как я вообще должен понимать? А потом она чё-то недовольна ещё чем-то. Ты давай понятнее чертежи делай. Прототип игрового автомата. Так, хорошо. Одна единица надо и, естественно, терминал. Так. Это всё нахрен отсоединить. Терминал поставить сюда. Так. Это сюда. Подключить терминал и выбрать параметры эксперимента. Какие выбрать, смотритель? Какие выбрать? Откуда я могу знать? Какие выбрать? Эксперимент с игровым автоматом. Закабаление. Составление клиентского досье. Работа в убыток. Запись, смотритель. Либо тяга к азартным играм от природы свойственна человеку, а многочисленные казино по всей стране потратили миллионы на то, чтобы ещё более усилить её. Углублённый анализ методов, описанных в современной психологии Содружества, навёл меня на мысль использовать азартные игры в целях положительной мотивации обитателей убежища. Главным вопросом остаётся наилучшая стратегия применения игрового автомата. Варианты. Первое. Автомат может сначала возбуждать у подобных азарт, а затем полностью лишать их финансовых ресурсов, путём манипулирования вероятностями. Таким образом обеспечивается максимальный доход убежища. Этот параметр называется закабаление. Вот, вот, в её инструкции всё понятно, всё чётко. Ну, до этого было ни хрена не понятно. Чок в следующее. Б, автомат может работать со стандартными шансами, но при этом анализировать клиентов и выявлять лиц, предрасположенных к дегенеративному поведению, составлении клиентского досье. И В, если позволит время, можно попробовать установить максимальную вероятность выигрыша. Очевидно, что этот вариант будет самым популярным и дорогим. Однако параметр работа в убыток следует выбирать только при АВ-тестировании. Не знаю, что такое АВ-тестирование. Но, очевидно, надо закабаление. Так, принять. Дать клему возможность играть в течение часа. Только, блядь, до военные деньги? Слышь, давай сам используй, блядь. Ты смотри. Кстати, автомат такой прикольный. Давай, играй, я буду смотреть. Посмотрим, как ты там. Будешь играть, давай. Ты играть-то будешь? Я тебе реально, надо деньги дать. Они у меня есть вообще. У меня нету чел. Играй. Ну давай. Сколько можно-то? Или это он типа играет? Он даже на ручку нажимать не будет, серьезно? А нет. Ну-ка посмотрим. Че там? Не. Не повезло тебе, по-моему. Давай еще раз. Давай. Немного времени. Во. Во. Красава. Клем выиграл. Но теперь, наверное, у него будет тотальное невезение. Хотя нет, гляньте. Прет. А я точно те настройки поставил. Че-то ему прям прет и прет. Да тебе только что перед этим два раза везло прям тотально. Давай. Нажимай. Я хочу посмотреть. Ну если предположить, как он работает, то по идее сначала он прям подряд будет очень жестко выигрывать, а потом просто без передыху начнет проебывать все бабки. Вернуться к смотрителю. Ну-ка. Давайте позовем Клема. О, привет. Слушайте, мне просто нужна еще одна попытка. Сейчас меня начнет везти. Я прямо чувствую это. Да, Клем. Найди еще денег. Этот автомат скоро выдаст джекпот. Во. Ну этот вроде правильно настроил. Хороший результат. Мне нравится, какое получилось эта машина. Я тоже. Мой прототип оказался почти идеальным. Наконец-то все готово. Сотни лет потраченных на планирование и модификацию. Результаты оказались неоднозначными, но в науке ты редко добиваешься того, на что рассчитываешь. Проект всей моей жизни завершен. Пожалуй, теперь я отнесу наши чертежи в другие убежища. Улучшу жизнь их жителей. Да ты, блядь, не дойдешь. Убежище в вас нуждается. Мы не можем потерять нашего смотрителя. Как это трогательно. Хотя чувства не должны главенствовать над разумом. Но по какой-то причине чувства берут вверх. Я останусь. И вместе мы превратим убежище 88 в маяк надежды. Надежды на лучшее будущее. Легенда убежища 88. Уменьшение урона от гулей на 15%. Это ебать полезно. Это все прям? Или что? Я просто так и не понял, как некоторые из этих устройств работают. Все эксперименты закончились? Надеюсь, я все правильно сделал. Было очень интересно. Раз так, пойду поиграю. Чувствую, да, чем не улыбнется, рано или поздно. Да. Я смотрю, ты из тех, кто считает, что стакан наполовину полон. Кто? Я? Да я буду рад, если у меня просто хотя бы стакан будет. Я готов потрудиться на благо убежища 88. Итак, убежище 88 мы с вами, по идее, закончили дополнение. Квестов там не осталось. Ну, а заниматься развитием поселения в убежище, ну, на запись я в этом не вижу никакого смысла. Когда буду уже проходить без записи, тогда, собственно, и займусь этим. На самом-то деле мы даже уже, по идее, закончили прохождение. Остались только дополнительные задания. Их, конечно, очень много. Но все основные задания уже мы с вами выполнили. И посмотрели на них всех. Ну, можно, например, сейчас вот взять нового спутника для Тодда Говарда. Который будет отлично подходить для него. Так, боевая зона. Соответственно, что тут делают? Тут занимаются борьбой. Различной. Здорово. Не хотят общаться. Ну, это их, собственно. Оставим это на их совести. Только высунься, трус. Все закончилось? Ну, могло быть и хуже. Ха, не знаю. По-моему, неплохое вышло представление. Ты что, под кайфом? Ах, зачем я вообще спрашиваю? Конечно, ты под кайфом. Но я же все равно побеждала, да? Ты измотана, ты теряешь концентрацию. Теперь, конечно, тебе беспокоиться не о чем. Похоже, мы только что обанкротились. Даже не знаю, то ли расцеловать тебя, то ли скормить твои кишки моей пташечкой. Я же просила так меня не называть. Вы живы только благодаря мне. Могли бы и спасибо сказать. Спасибо? После того, как мы остались без источника средств к существованию? Ну уж извини меня за то, что не спешу. Это были не самые дружелюбные люди, но наше заведение существовало только потому, что развлекало этих идиотов. Да пошли они нахер, новые придут. Сейчас немного отдышусь, и можно будет продолжать. Отдышишься? Что? Для чего? Чтобы сколоть себе еще дозу этого дерьма? Нет, нет. Знаешь что, кажется, так даже к лучшему. Тебе удалось увидеть финал боя. Что думаешь о Кейт? Ускользнуло от моего внимания. Но будем честны. Не знаю, мне не удалось увидеть бой целиком. Да, столько времени потратить на уборку. Потрясающе. Я даже думаю, что ты сможешь оказать мне одну услугу. Вот моя проблема вкратце. Я внезапно лишился зрителей, а нет зрителей, нет и крышек. А если ты не приносишь мне крышек, пташечка, то ты не статья дохода, а время. Для меня и для самой себя. Поэтому я подумал вот о чем. Может, я уступлю тебе ее контракт? Она пойдет с тобой, будет тебя прикрывать. А я тем временем все тут починю и сделаю в лучшем виде. Ну что скажешь? Я? С ним? Почему? Почему ты хочешь, чтобы она пошла со мной? Да, Томми. Что это ты в руках решил от меня избавиться? Слушай, это дерьмо в своих венах не делает тебя лучше. Ты стала менее осторожна. Я не хочу быть тем, кому придется произносить речь на твоих похоронах. Так что окажите мне услугу. Оба. Пожалуйста. А че Кейт думает? А че Кейт думает? А не могу сказать все это? Нет, на то и существуют контракты. Кроме того, зачем тебе тут оставаться? Зрители нет, крыша нет. Поговорить не с кем, только со мной. О боже. Да, убедим. Молодчина. Ну вот, она согласна. А ты как? Да давай. Поддержка не помешает. Отлично. Значит решено. Еще вот, возьми. Призовой фонд за прошлый бой. Плата за истребление вредителей. Секундочку. А чем ты тут будешь заниматься без меня? Насчет меня не беспокойся. Я тут все приберу, может привлеку менее злобных клиентов. Ну все, убирайтесь отсюда ко всем чертям. Тебе здесь больше не рады, пташечка. Какая же ты сволочь, Томми. Мне можешь об этом не говорить. Ну когда захочешь уйти, просто найди меня. Так я тебя нашел. Ну что, пора в путь? Выдвигаемся. Давно пора отсюда убираться. Идем. В принципе, прикольная. Симпатичная. Озвучка тоже неплохая. Ну, мне нравится. Интересно, а можно этого Томми убить? Нет, нельзя. Ожидаемо. В принципе. Хотя с другой стороны, на кой ляд он нужен? Ненавижу все это. Да, да. Конечно, она любит наркотики. Алкоголь. Но тот Говард уже успел с этим завязать, в принципе. Ну, кроме наркотиков, конечно. Ведь иногда просто приходится употреблять. Конечно, пользы от нее будет маловато, потому что она ходит просто с двухстволкой. Но, мало ли. А что? А вдруг? Вдруг она сможет принести пользу? Давайте вообще отправимся в 81-е убежище. Мы там не были. Хотя бы посмотрим, что там. Попробуем посмотреть. Кто там? Жалко, оптики нет. Посмотреть. Кейт. Ты что, уже потерялась? Ладно, я возвращаться за ней не собираюсь. Я надеюсь, что она просто человек более-менее здравомыслящий. И даже если она под кайфом, то она должна следовать за мной. Нормально. Бежит. Это главное. Вот, собственно, мы уже и подходим к убежищу. Вроде бы Кейт пока не успела нигде потеряться. Ну, по крайней мере, надеюсь. Вроде бы как и не видно. Но, должна не потеряться. Так, мы в убежище. Кейт. Кейт с нами. Хорошо. Насколько я знаю, это единственное убежище, где до сих пор живут люди. Хоть это и странно, но они предпочитают оставаться сами по себе. Да. Типа подключились, типа кнопку нажали. Стой, служба безопасности убежища 81. Я не знаю, откуда у тебя взялся работающий пип-бой, так что давай выкладывай. Убежище 111. Я, кстати, думал, может быть, будет вариант про убежище 88, но такого варианта не было. И какие же у тебя дела в нашем 81-м? Впусти меня. Не советуй со мной ссориться. Ну все. Надеюсь, радиация тебя поджарит. Кейт, это понравилось, кстати. Кто там Эдвардс? Мэм, какой-то путники содружества. Не из тех, с кем мы обычно торгуем. Ну, если кто-то хочет попасть внутри, то пусть заслужит это право, как все делают. Я хочу поговорить. Прошу прощения, офицер Эдвардс просто выполнял свою работу. Ты же понимаешь, осторожность прежде всего. С новичками мы устраиваем взаимовыгодный обмен. Ты поможешь нам, мы тебе. Помогите мне. Но я ведь тоже из убежища, может впустите меня? Прошу прощения, мэм. Пока вас не было, он сказал, что он из убежища 111, и у него есть работающий петбой. Вот как? Ладно, я впущу вас. Эдвардс, открой дверь, сделай объявление. Мы с офицером Эдвардсом встретим тебя у входа. Ну, наконец-то, давайте поглядим, что тут у нас. Если нужна куча мусора, тебе как раз повезло. Да, оно пустое. Вон, кстати, крышечки и припасы нам отправляют в ядер мир. Можно было бы, конечно, заняться развитием фортпостов, но это тоже не сказать, что прям очень интересно делать на запись. Да ладно тебе, Гвен, мои парни уже... Да, 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 что-то там. Эдвардс, сейчас все очень много работают, думаешь, я этого не понимаю? Просто сделай все, что в твоих силах, большего я и не прошу. Хорошо, я что-нибудь придумаю, но мы оба знаем, что дальше так продолжаться не может. Извини, ты скоро увидишь, что у нас сейчас что-то там, Гвен Макнамара. Смотрите, добро пожаловать в убежище 81. Знойная женщина. Говоришь, убежище 111, оно еще работает? Это кладбище. Там почти никто не выжил. Боже, какой ужас, что там произошло? Это не твое дело, в общем-то, забей. Это тебя не касается. Прости, что случайно напомнил тебя о такой трагедии, я не хотел. Хоже, нам сильно повезло, мы гордимся тем, что уже 200 лет успешно поддерживаем свое убежище в рабочем состоянии. Мы бы хотели быть полностью независимыми от мира, но некоторые важные ресурсы нам просто больше негде взять. Сидеть в запрете, это бред какой-то, ведь там снаружи целый мир. Возможно, в Содружестве с тобой согласятся, однако не все местные обитатели. Так, вы слишком предвзяты, смотрите на Содружество. Да, чем-то оно опасно, но оно может многое вам предложить. Вот опасности мне, что-то там, мне пора заняться делами. Почти все из наших будут очень рады гостю из Содружества. Эта силовая броня может и напугать некоторых. Мэм, а как же его спутник? Я даю разрешение. Охрана и так уже в состоянии повышенной готовности. Если он так долго прожил в Содружестве, то наверняка умеет подбирать себе друзей. Если тебе что-то понадобится, я в своем кабинете. Да, чем вам Кейт может не подбираться? Кейт? А вот ты где. Гляньте, чем девочка может не понравиться. Ну да, немножечко растрепанная. Но в целом симпатичная. Ну давайте пройдем в убежище, посмотрим. Никаких признаков радиоактивного заражения, впечатляет. У вас эта хрень поломанная. Я ожидала больше грязи. Да мне какая-то хрень сломана. У меня есть радиация. Настись, парикмахер. Пепел, ты куда, пепел? Понятно, ход на выход. Черт, Эрин это не понравится. Не знаю, кто такая Эрин. Но нужно смотреть за кошкой. Кейт. А вот где? По-моему, она даже как бы симпатичнее журналистки. Как по мне. И озвучка у нее прикольнее. Да, ну она, конечно, наркоманка, но это такое. Эй, мистер, а ты правда из Содружества? Я? Нет, я с Луны. Смотри, на ботинках до сих пор сыр остался. Наверное, вопрос был дурацкий. Но ты же здесь в первый раз. Могу показать тебе убежище, если хочешь. Всего за пять крышек. Конечно, но платить я не собираюсь. Ладно, ладно. Но ты искряга. Начнем отсюда. Это склад. Им заведует семья компсов. Мы с Эрин лучшие друзья. Ее родители часто ссорятся, и когда они дома, я стараюсь к ней не заходить. Но если тебе нужна какая-то вещь, то она наверняка у них есть. Компс, и плохие люди. Ты правильно делаешь, что избегаешь их. Похоже, это плохие люди. Не такие уж они и плохие. Хотя бы они дерутся. Следующий пункт нашей программы, смотрите. Наверняка тебе доводилось убивать самых странных зверей и рейдеров. С рейдерами тебе тоже наверняка приходилось сражаться. Малыш, я босс рейдеров. Держу в курсе. Пездюк. Ты хоть понимаешь вообще, кого ты водишь по убежищу? Босса рейдеров и наркоманку. Ну, там смотритель, да, вон окошко. Кабинет смотрителя вон там, наверху. Они там очень заняты и не любят, когда их беспокоят. Смотритель всеми командует, но она добрая. Она мне нравится. Мне не доводилось видеть ни одного непродажного политика. Я точно не знаю, что значит продажный, но точно уверен, что она хорошая. Следующая остановка кафе. Кто меня двигал? Ты? Своей челюстью, что ли? Теплица Кринтоп поможет защитить. Не хочу. Саммерс, это добрый, они тебе понравятся. Не уверен. Ты вообще не уверен. Прям ни разу. Пиздюк ты идти будешь? Или тебя может молоточком немножечко подтолкнуть так? Легонечко так всего лишь. Раздражает мелкий. Иди давай. А то я тебе на голову в силовой броне прыгну. Так. Что у них тут? Это украсть. Зачем красть? Можно отобрать. Ну, ты что-то скажешь? Мелкий. Привет, Осин. Вижу, ты показываешь убежище нашему гостю из Содружества. Да, мэм. Это кафе Солнечное, а бабушка говорит, что тут берут плоды ее тяжелого труда и превращают их в помои. Кафе завидуют мистер и миссис Саммерс. Это не очень даже ничего. Миссис Саммерс печет лучшие в мире пироги. Кормят наверняка ужасно. Не, вполне нормально. Особенно пироги. Осень, я оставлю тебе кусочек пирога. Следующая остановка Грацию. Просто интересно, типа я при них тут, ну, обсираю их, еду, типа, блин. Как бы им нормально, они ничего не хотят мне сказать. Хотя, с другой стороны, кто в здравом умеет, что-то мне вообще скажет. Это было бы нелогично, но Fallout весь нелогичен. Поэтому это было бы так раз нормально. Татушки для лица. Остин, у тебя не прическа, а гнездок ротокрыса. Здесь Грацию всех стрижет. Мой Майерин постоянно сюда ходит, а бабушка почти никогда. На меня она стричься заставляет. Это не честно. Кейт, ну ты... Я понимаю, тоже пиздюков не любишь, но, блин, это было вообще слишком. Я и близкими подпущу к своему горлу никого с колючей режущим предметом. Он ни разу никого не порезал, даже когда бред клиентом бритвой. Следующая остановка, бабушка. Идем к бабушке, я живу с ней. Правда, она не взаправду моя бабушка. Мои родители умерли, когда я был совсем маленьким, потому что, наверное, ты слишком много разговаривал. Ну, как вариант. Его. Да, блин, не могу кинуть. Что за фигня? Ладно, тогда в охранника хоть. Подбери. Ну. Знаком с бабушкой. Давай, давай. Привет, бабушка. Остин, что ты здесь делаешь? Предстаёшь гостью и содружества? Я не предстаю, я помогаю ему. Это бабушка. Она обо мне заботится, можешь называть её доктор Пенски. Она притворяется ворчуни, но это не всерьёз. Это ты так считаешь? Она заведует лабораторией гидропоники, в которой растёт всё? Чё-то там. Похоже, что она и считаешь. Сука. Эй, не говори так про мою бабулю. Я не обращаю внимания на мелкие и грубые ститы и не обращаю в стены. Следующая остановка, мисс Кэти. На уроках обычно скучно, но бабушка говорит, что я должен сюда ходить. Костин, твоя бабушка очень умная. Школа напрасна от рата времени. Лучше научись стрелять из пистолета. Вот и я так бабушке говорю. Она утверждает, что мозг всегда важнее мышц. Следующая остановка, клиника. Это наш медцентр. Если поранишься или заболеешь, приходи сюда обязательно. Доктор Форсайд запрещает мне отрывать его от Рэйчела от работ. Ох уж эти шарлатаны наверняка до сих пор пиявками лечат. Я никогда не видел пиявок, но мисс Кэти нам про них рассказывала. А теперь мы пойдём к Эрин. Она так удивится, когда тебя увидит. Иди он, сюда. Эрин, смотри, кого я нашёл. Человек из Содружества. Ого. Вы правда из Содружества? Только не это. Лучше идти в куклы, играй. Теперь я понимаю, почему папа говорит, что от чужаков до врань. Остин, ты ведь вроде хотел его куда-то отвезти. Вот спасибо, мистер. Ты до смерти напугал мою подругу. Зато опыт получили. Прошу прощения, мистер. Вы не видели моего кота. И сколько ты за это заплатишь? Можешь взять моего мишку. Всё равно я уже взрослая в куклы не играю. И это всё? Ничего я вам не дам. Вы просто противная жадина. Я не понял вообще, как так получилось, что попытка убеждения не сработала. Девять харизмы, блин. Всё-таки. А оно было даже не красным. Ну, значит, не видать тебе твоего кота. Если твой кот сбежал наружу, то он, скорее всего, уже сдох. Не говори так, это неправда. Ты поможешь мне или нет? Ладно. Спасибо, его зовут Пепел, чудесный серый котик. Я хочу только одного, чтобы он вернулся домой. Хоть и. Найдём. Чё тут у нас? Сучилка, поговорить можно? Ах, вот кто нах там пришёл. Наверное, в совершении тебя было столько приключений. Там оглянулся неуспешно. Очередное приключение. О боже. Я так и знала. Ну и ребята с радостью бы о них послушали. Может, выступишь у меня на уроке? Давай. Ну, я сейчас зашёл. Я сейчас зашёл на урок, давай. Да, 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 хочу рассказать, давай. Да. Ну, если ты просишь, не так уж всё это интересно. Не скромничай. Дети мечтают послушать твои рассказы. Дети, дети, послушайте меня. Сегодня у нас гость, который расскажет нам кое-что о жизни в Содружестве. Тебе приходилось когда-нибудь драться с Когтём Смерти? Да, и при этом у меня был только пистолет и три патрона. Серьёзно? Рейдеры окружили музей, в котором прятался мой друг Престон. Мне пришлось их всех убить голыми руками. Голыми руками, правда? Интересная, конечно, камера была. Престон был так напуган, что мне пришлось в одиночку перейдить из стальных рейдеров с бильярдным кием. Не может быть обычным кием? Когда на меня вылез когать смерти, мне удалось схватить пистолет одного из рейдеров, но там было только три патрона. Я бы убежала. По одной пуля в каждый глаз и ещё одну прямо в лоб. И с Когтём Смерти было покончено. Ого, значит, ты отличный стрелок. Благодарю за рассказ. Дети, скажите спасибо. Спасибо. А мы приготовили тебе подарок. Вот, держи. Журнал Грогнака Варвара. Хорошо. Рассказы выполнены. Вообще, конечно, интересно, как так получается, что тот Говард может убедить рейдеров в том, что с ним лучше не связываться. Может, в принципе, убедить кого угодно в чём угодно, но убедить маленькую девочку в том, что ей нужно заплатить за то, чтобы тот Говард вернул ей её кошку, он не в силах. Это девять харизмы. Девять. А там была даже не красная попытка убеждения. Чё ты тут делаешь? Может, мы сейчас отправим пепла не домой, а в преисподнюю? Да ладно, сделаем хоть одно доброе дело за всё прохождение. Пепел, беги домой. Тебя Эрин ждёт. Хотя, на самом деле, если что, если вдруг кому интересно, можно убить кошку, надругаться над её трупом и выбросить в реку. И прийти девочке сказать, что кошка сдохла. Серьёзно. Только правда в том, что ни я, ни, собственно, тот Говард не могут обидеть животинку. Так. Пепел, нашёлся. Спасибо, мистер, я так за него боялась. Из-за этого кота меня чуть не убили. Но пепел ведь не пострадал, да? В общем, мама сказала, что я могу отдать тебе вот это. Плюшевый мишка. Плюшевый мишка. Плюшевый мишка. Оставь себе. Я не понял, чего? Два кота? Я практически уверен, что это бак. Их не должно быть два. Вообще, на какую-то секунду мне даже показалось, что их даже три, а не два. Гляньте, они на одном и том же месте, в принципе, стоят. Это точно бак. Если кто встречался с таким, напишите в комментариях Если кто не видел такого, тоже напишите об этом в комментариях Вообще, в любой непонятной ситуации, которую вы видите, используйте комментарии для этого Нужно поддерживать взаимосвязь и общение, если вы понимаете, о чём я Только так я могу видеть Вообще, нравится вам то, что вы смотрите или нет Ну, серьёзно, два кота за ней бегают Второй синт, я уверен, блядь, это всё проделки оставшихся учёных из института, которые остались в жилых Практически уверен в этом Сто процентов Так, давайте ещё в медикал-центр зайдём, заглянем Чё тут у нас есть? В медикал-центр Добро пожаловать Надеюсь, я не слишком вам надоедаю, но мне бы и хотелось попросить вас Вы не могли бы пожертвовать несколько образцов тканей, чтобы образец крови Я могу это сделать за крышки Ладно, смотритель действительно дал мне для этой цели немного крышек 50 сойдёт Этого совсем мав Наверное, я могу потратить всю сумму Дам вам 100 крышек Живая ткань стоит больше Вы умеете торговаться 150-й, не крышкой больше То есть, получается, доктор ещё свои 50 крышек докладывает За то, чтобы мы стали донором крови Присядьте вон там Ну давай, давай Одна секунда и готово Какой одна секунда, блядь? А руки обработать, перчатки надеть, блядь Алё, где вата, где спирт? Ты чё, плечо меня колешь? Ну вот, совсем не больно Да, вот крышки, которые я вам обещал Спасибо, это мне очень поможет Там нужно немедленно это обработать Да, да Действительно, медицина у вас в убежище вообще не к чёрту Всё-таки прав был тот Говард, когда жаловался на их медикал центр Рассказывал, что тут до сих пор лечат явку Ну тут даже спирт Видимо, дефицит Джейкоб, ты должен что-нибудь сделать Предсылай, я провожу тесты так быстро, как только могу Я не могу лечить, Остина пока не узнает, чем он болен Доктор Форсайт Бобби, не сейчас А вам придётся подождать своей очереди Вот, блядь, типичная бабка, блядь Ждите очереди, блядь Позанимали с утра, тут к врачам не подойдёшь даже Вы хоть по талонам, бабуля Рэйчел изучает кротокрыса, надеюсь, ей удастся что-нибудь найти Но это не обычный кротокрыс Кто знает, какие болезни они переносят Он ребёнок, поэтому инфекция подействовала на него сильнее Доктор Форсайт, прошу вас Кажется, я нашёл то, что поможет Остину Бобби, Престилла, погоди Что у тебя, Бобби? Помните, Остин нашёл дверь? Это всё из-за меня Я там храню личные вещи Он увидел, как я их оттуда забираю Под личными вещами ты имеешь в виду наркотики? Переходи к главному, Бобби Что ты там нашёл? Там прямо как целое убежище, только наполовину обвалившееся Там был терминал, и я стал с ним возиться Там были какие-то записи про использование кротокрысов для выращивания вирусов Но кроме того, там говорилось, как делать из них вакцины и лекарства Тайное убежище? Боже, милосердно Я в жизни не слышал ничего подобного Бобби, ты гений Торчок, но гений Возможно, там есть лекарство от болезни, которого Остин подхватил от кротокрыса Послушайте, вы не хотели бы оказать убежище 81 услугой и, возможно, спасти жизнь моего мальчика? Нет Это не моя проблема Найди кого-нибудь другого себе на побегушке Мерзкая сволочь Вы пальцем не пошевелите, чтобы спасти мальчика Да ладно ты, бабуля, успокойся На этот раз вы со мной поговорите или снова уйдёте? Мне нужна ваша помощь, спасите Остина Ладно Я сделаю это ради пиздюка У вас доброе сердце Боже, покажет вам свой тренинг Возможно, что-то, что где-то там лежит лекарство для Остина Если найдёте, в этой сети доктора Фурсайта И поторопитесь, спасите Остина Идите за мной Субтитры создавал DimaTorzok Все пропало Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я так терпеливо ждала вашего появления Меня что, можно принять за охранника Вултек? Столько лет прошло, откуда мне знать, что нынче носят? Ну да, ваша одежда немного грязная Однако не все люди высоко ценят гигиену и чисту Нормально подъёбывать так Мне приятно сообщить, что мои основные задачи были выполнены 83 года назад Тысячи патогенов были выращены в кротокрысах хозяева Затем было разработано одно лекарство широкого спектра действия Которое должно было вылечить их всех Эта работа длилась несколько... Что-то там, пожалуйста, скажите, что вы уполномочены выпустить меня из лаборатории Нет Нет Я просто человек, который ищет лекарства от таинственного заболевания Вы уверены? Возможно, вы куда-то положили свои бумаги? Но ведь бумаги не являются необходимыми, правда? Говорю же, я не из Вултека Наверное, мои аудиосхемы испортились Я отчетливо слышу, как вы говорите «Да» Я открою для вас дверь Гениально Спасибо Где лекарства? Раз вы представитель Вултека? Я могу доверить вам созданное мной лекарство широкого спектра действий Если у вас есть эквивалент моей цифровой клятвы Гиппократа Пожалуйста, скорее примените его, чтобы предотвратить ненужные страдания Однако, предупреждая, осталась только одна доза И больше я создать не могу Лекарство из убежища 81 Если это все, тогда я мечтаю поскорее уйти Можешь идти? Свобода! Наконец-то! Надеюсь, теперь я смогу продолжить исследование Раз моя работа завершена, то, наверное, я последую за вами Ну, как скажешь Так, лекарства мы с вами забрали Но вот вопрос А как же мы вылечимся от кротокрысии болезни? Как нам вылечиться? Никак Только таким же лекарством, поэтому мы его используем А что делать? Не хочу болеть А что такое? Хоть как-то немножечко должно снизить Жажду А что-то ядер кола только добавляет Наверное, какая-то особенная Взломать? А ну-ка, кюри Деактивирует О, вот террас Не знал, что так можно сделать с кюри Кейт, ты разбираешься в компьютерах? Ладно, активируем обратно Но это прикольно, что ее можно деактивировать Погнали Пообщаемся с доктором Расскажем о том, что Лекарства не было Лекарства не нашли Ну, а что? Объективно Туду Говарду плевать на пиздюка А болеть он не хочет Поэтому Вполне закономерно, что Произошло вот так вот Мы сами воспользовались лекарством Которое не получится воссоздать Дерьмо случается Так и скажем Хотя по-хорошему мы даже объяснять ничего не должны Потому что они не могут знать Есть ли там лекарства Они просто предполагают Что там может быть лекарство Может быть А может и нет А может пошел этот доктор нахрен Не было там никакого лекарства Блять, краш Замечательно Пришлось переигрывать Я не знаю Вылеты как-то стали происходить Теперь уже абсолютно рандомно И довольно-таки часто Я думаю Это связано только С уровнем персонажа Так что Скорее всего В ближайшее время Прохождение закончится Выполним только Самые интересные квесты Которые остались И на этом Наверное Собственно Все Так Доктор Джейкоб Форсайт Здравствуйте Лекарство Вы его нашли Откуда ты блять знаешь Откуда ты знаешь Не было никакого лекарства Что с Остином Он выживет Вскоре после вашего ухода Он потерял сознание Мне пришлось Использовать его содержимое Жаль Что так вышло С мальчиком Что Сволочь Ведь из-за тебя Остин умрет Убирайся Просто Уходи Нам всем будет Не хватать Остина Здесь в убежище Никто не поймет Твоего решения Ну Блин А че Самому что ли Болеть Так это не вариант Самому болеть Это не выход Такого варианта В принципе нет Так И постепенное Постепенное Восстановление Траченного здоровья Да Неплохо Неплохо Возьмем Почему нет Ладно Собственно Мы Продолжим Наше путешествие Немножко позже А все потому что Время серии Уже подошло к концу А это значит Что я вынужден С вами прощаться Вы же подписывайтесь На канал Комментируйте Ставьте лайки И всем до новых встреч Дорогие друзья А точнее До следующей серии По Fallout 4 Всем пока Ну что вы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok